Это год символичный для старта нашей женской команды в системе футбольного клуба «Зенит». Нам удалось очень быстро не только решиться на запуск этого проекта, но и с помощью Ольги собрать интересную, молодую, разнообразную команду. Главный тренер сам расскажет про своих игроков, про наших игроков побольше. И что стоит за этим проектом? Это не только мода. FIFA и UEFA выделяют огромные средства, которые исчисляются миллиардами долларов на развитие женского футбола по всему миру. Женский футбол уже завоевал популярность в таких странах, как Франция, как Германия, как США, как скандинавские страны, где на матчи, особенно пиковые матчи, ходят не меньше зрителей, чем на лучшие матчи национальных мужских чемпионатов. И очень многое зависит от поддержки болельщиков. Потому что если футболисты почувствуют интерес, они будут ярче и интереснее играть. Поэтому я еще раз призываю всех, и стар, и млад, приходите на женский футбол. Это будет очень интересно, это будет захватывающе, где бескомпромиссная борьба, никого не оставят равнодушными. Вперед за «Зенит». Спасибо. Второе – это единый стандарт проведения соревнований. Начиная от церемонии, начала матча, судейства, награды и так далее и тому подобное. И, конечно, это подготовка молодежи. Потому что время летит очень быстро, и те, кому сейчас 12, 13, 14 лет, через 3-4 года они уже будут, если они пройдут в хорошую школу подготовки, они будут готовы играть на самом высоком уровне. Но, смотрите, не случайно в нашей команде мы ни одного легионера на сегодняшний день не имеем. Мы решили опираться на наши отечественные кадры. Это не означает, что, если кто-то из легионеров будет на голову выше, не в прямом смысле, а в переносном наших футболистов, и сможет поделиться опытом, может быть, в следующих сезонах мы будем привлекать точечно, штучно, что называется, легионеров. Но главное, чтобы команда играла любимой в Питере футбол, атакующей, скоростной, активной. Я уверен, что девчонки смогут даже подавать пример и мужской команде. Спасибо. По требованиям РФС в следующем сезоне каждая команда, которая будет играть на высшем уровне в чемпионате России, обязана будет иметь молодежную команду. Это первое. И мы уже думаем о том, как обеспечить наличие такой команды со следующего сезона. Пока у нас есть договор с одним из питерских клубов, которые занимаются женским футболом, но мы хотим, чтобы молодежная команда была в системе «Зенита». А что касается Академии, у нас есть возможности по инфраструктуре, поля и все остальное, чтобы мы начали набирать школьниц для того, чтобы они занимались футболом. Когда это произойдет? В следующем сезоне или через сезон? Надо подождать немножко. Мы в ближайшее время подготовим программу развития. И, конечно, мы создаем женский клуб не на один сезон, а на длительную перспективу. В первый сезон билеты будут бесплатные. Надо будет входить по бесплатному билету, чтобы занять место. А самые важные матчи будут играть на смене, на центральном стадионе. А какие-то матчи будут играться на других полях в системе Академии, в системе базы. Спасибо. Хотя наша женская сборная России по футболу пока ничего не выиграла на высшем уровне, но если кто смотрел или может посмотреть в записи, команда несколько матчей провела очень хорошее. И боролась в группе с ведущими футбольными командами Европы, женскими. Это значит, что потенциал есть. И вот те условия, которые я назвал, они есть не только в «Зените». Не случайно и «Локомотив», и «ЦСК» активно занимаются этим проектом. Я уверен, что, конечно, здесь быстрых результатов трудно добиться, если говорить об уровне всего футбола. Но чем больше будут заниматься девчонок и девушек футболом, вот посмотрите, за океаном женский футбол, девичий футбол, школьный футбол, среди девочек он популярнее, чем у мальчишек и мужской команды. Это значит, что потенциал есть. И чем интереснее они будут играют, чем технические оснащеннее они будут, тем больше зрителей будут приходить и результаты придут. Я уверен, что скоро и сборная, и «Зенит» будут играть на самом высоком уровне. Вы сказали о том, что есть взаимодействие с одной из школ петербургских. Я правильно понимаю, что речь идет о школе «Лидер», потому что, насколько я знаю, только они культивируют большой ремень футбола женский. И какое у вас взаимодействие с «Абромой» планируется ничья обвести в такую факту? Мы, естественно, будем использовать все возможности, которые есть в Санкт-Петербурге. Это не означает, что нужно поглотить все эти клубы и все команды. Дай Бог, чтобы они развивались и дальше. Но мы будем развивать и собственную детско-юношескую, детско-девище направление. Спасибо.